приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова и сегодня мы будем говорить об ароматах и это ароматы лета это те ароматы которыми я пользуюсь в жару вечером днем они все звучат по-разному создают разное настроение и конечно когда стояла 40 градусная жара и просто вообще невозможно было выходить из дома и мы жили под кондиционером сегодня у нас первый день такой вот прохлады прошел небольшой дождь какими ароматами же я пользовалась когда было особенно жарко сейчас покажу мои любимчики это ароматы friends world и friends world for her tropical sobbit вот чем интересны эти ароматы они легкие ненавязчивые не высокой стойкости например friends world for her у него в сердцевине персик и он такой бархатный очень позитивный такой звонкий обалденно приятный аромат а второй аромат с гуавой и мне он напоминает такое ощущение как будто скосили траву прошел дождь и вот такой какой-то зеленоватый необычный аромат потому что гуава это неизвестный для меня фрукт и поэтому все время чувствую какую-то загадочность вроде бы что-то близкое очень знакомое и в то же время какая-то загадка приятный аромат и в то же время легкий следующий аромат который я просто обожаю его сняли к сожалению с производства happy desire счастливый такой зачем его сняли с производства у него в сердцевине клубника и когда его первый раз попробовала домой вернулась дочка и первый вопрос был а была осень была осень мам у нас что клубника дома я говорю нет я даже не поняла что как-то это связано с ароматом мама пахнет клубникой и я ей говорю Лерочка это новый аромат у него же в сердцевине как раз клубника вот настолько эта ягода она настолько вот действительно летняя такая актуальна особенно учитывая что у нас было очень много клубники в этом году мы ее кушали и заготовки делали поэтому я клубнику очень-очень люблю так это мои значит фавориты далее что еще мне очень нравится по легкости тоже аромат сняли с производства он называется sanquis garden вот такой нежно-розоватый не флакон а вот сама жидкость нежно-нежно розового цвета и когда он был полный то было ощущение что это юбочка розовая на самом деле это прозрачное стекло я не знаю почему такие ароматы убирают из коллекции потому что он никого не может оставить равнодушным он такой приятный он такой ненавязчивый его вот хочется вдыхать и вдыхать вот кстати как и хэпидизиак вот когда дышишь и надышаться не можешь какое-то наслаждение и для меня здесь нота которая мне кажется ее нет в списке я сейчас посмотрю у меня кстати есть целый талмуд со списком у меня не указано здесь да вот смотрите здесь есть маракуйя джекфрут лимон ландыш малина кедр мускус пралине а я здесь слышу грейпфрут представляете я обожаю этот фрукт и его очень часто кушаем и говорят грейпфрут это фрукт красоты надо кушать обязательно и вот я слышу эту звонкую сочную аппетитную ноту и меня очень вдохновляет этот аромат и мне так жалко что его прям так мало осталось скорее всего он закончится может быть чуть-чуть останется еще но буду скучать следующий аромат тоже интересный мисс giordani intense я давно его не видела в каталоге и это лимитка иногда он появляется потом опять надолго пропадает три раза был замечен что иногда он всплывает я не знаю с чем это связано такой приятный аромат сейчас я вам скажу что у него в составе потому что я не могу однозначно сказать что в этом аромате тот и тот и тот и все я это слышу я могу сказать что его просто вдыхаю и мне нравится ну конечно персик апельсин зеленые ноты гордения нероли светлое дерево мускус и ванильная орхидея то есть он и легкий и в то же время он вот как нежное облако обволакивает все и дарит приятные такие ощущения тоже летний легкий и на день и на вечер его можно использовать такой аромат мне кажется всегда нужен в коллекции я его называю таким нейтральным потому что есть вот некоторые яркие такие фруктовые например ну бывает что они не всегда актуальны или не всегда их хочется а этот аромат он как переплетение вот всего самого такого вот золотая серединка вот я так сказала что вот и это и это в нем есть да и все так мягенько вплетается и вот просто он встраивается как бы вот в меня да в мою жизнь и мне с ним хорошо вот просто хорошо с каждым ароматом нужно подружиться или как сказать аромат должен вдохновлять окрылять расслаблять или дарить силу такую вот мощь чтобы прям вот казалось я горы сверну ну давайте продолжать очень легкий аромат и я сожалею что его сняли с производства а мазим парадайз что-то невероятное я надеюсь что его вернут когда-нибудь в коллекцию или хотя бы что-то аналогичное потому что это как как будто вот знаете не знаю тоже здесь какой-то интересный фрукт экзотический но у меня ощущение что я в экзотической стране но нет жары есть как будто вот какая-то водная прохлада и в то же время что-то очень вкусное сладкое немножко дерзкое вот такой аромат но не буду долго на нем заострять внимание потому что его уже не купить кстати из той же серии когда это аромат загадка и просто вдыхаешь и думаешь боже это что это кто это мог придумать как это вообще могли создать такую вкуснятина этот аромат эмбэ эликсир кристалл я могу неправильно называть слова не обращайте на это внимание у меня такое бывает и так что в нем входит состав я хочу вам сказать потому что такой аромат можно приобрести иногда он бывает не вижу есть просто парадайз а где-то должен быть еще а вот нашла кажется он самый первый верхние ноты тоже гуава цветок мандарина лист фиалки жасмин малина мускус огненное дерево и ваниль вот такой аромат очень крутой вы знаете в любом случае когда вы читаете состав аромата и вам что-то наверняка знакомые ноты есть вы скажете о да тут есть цветок мандарина и жасмин все я обожаю малины еще все это мое но там еще много 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 ноток и может быть такое что какая-то нота вот вот все испортит у меня так с ароматом miss giordani в желтом вот классный же аромат и стойкий и интересный но в какой-то момент в нем вылазит одна нота я даже до сих пор не могу понять какая это нота я его просто не могу слышать не могу чувствовать и не хочу на себе то есть у меня единственное желание это искупаться чтобы от меня им не пахло а вот с этими ароматами у меня просто идиллия вот я с ними и мне вот с ними хорошо комфортно и очень приятно так далее два аромата из серии feel good это chill out и be happy вот chill out меня удивил резкая верхняя нота лавандовая быстро испаряется но она кстати очень вы знаете она не то что расслабляет гармонизирует я бы так сказала потому что на меня лаванда действует очень мощный такой успокоитель я расслабляюсь обычно а здесь меня как будто бы с гармонизировало все я переживала что я буду спать с этим ароматом но нет а далее мягенькие мягенькие кедр и ваниль и они так мягенько все это завершают и просто становится очень хорошо не ожидала вот правда но ароматы абсолютно нестойкие прям 2-3 часа и и все можно заново освежать но они такие позитивные такие классные be happy он просто позитивчик потому что с ним много вкусного сейчас скажу состав куркума сандал и красный апельсин представляете да то есть он вроде бы и с пряными какими-то нотками а в то же время вот этот апельсин дает звонкость но он красный и очень сладкий невероятный вкусный аромат я помню когда я его получила только как мало еще использовала я им каждый день сидела наверное вот всю неделю он у меня стоял на столе и я им постоянно брызгалась вот так сидела как от меня вкусно пахнет и просто воздух брызгала просто наслаждалась этим как бы купалась в этом аромате поэтому пробуйте аромат классный очень очень классный необычный аромат который меня удивил с мимозой я как-то никогда не обращала внимание что мимоза мне нравится или не нравится у меня ассоциация 8 марта должна быть мимоза вот по-любому это просто как елка на новый год также мимоза должна быть в доме на 8 марта но оказывается мимоза дает такую пудровость красивую аромату а здесь еще в составе мандарин и много-много других компонентов и вот получается что верхняя нота она такая цитрусовая и она освежающая а потом далее идет эта пудровость и первый раз когда этим ароматом попользовался тоже видно что я им активно учитывая что у меня их очень много я то одним то другим для меня это хорошо когда ароматы начинают убывать я когда его набрызгала на себя Миша вышел из комнаты и сразу такой ой как вкусно пахнет а это же чем у нас так вкусно пахнет я говорю вот новинка он говорит слушай классный аромат но если мужчина говорит что аромат классный то сто процентов классный кстати нестандартный объем для женских ароматов 75 миллилитров ранее я такого не замечала в oriflame есть у нас ароматы по 30 миллилитров но чтобы 75 такого нет а есть мини по 8 миллилитров кстати я очень люблю такой формат что они маленькие можно с собой брать например понравился какой-то аромат понравился желательно к нему иметь малыша чтобы не отливать куда-то или не тащить с собой всю вот эту вот тяжесть потому что в основном все-таки женщины предпочитают это красиво когда сумочка небольшая не набитая что она там прям готова лопнуть все должно быть меры но аромат с собой тоже хочется иметь особенно в поездке тогда нужны маленькие они очень классные мы добрались до страсти infinito это страсть страсть которая меня захватила еще прошлым летом как видите я просто от него без ума полфлакона меньше чем за год это очень крутой показатель и я им пользовалась и зимой и осенью и весной это аромат который идет на круглый год потому что он не обязывает там как я его люблю супер просто потрясающий аромат он не обязывает быть какой-то там вечерний или так далее это просто аромат который содержит кумкват мандарин розовый перец кстати обожаю ноты розового перца жасмин ваниль кашемировое дерево и амбра у меня этот аромат ассоциируется с танцем вообще бачата когда двое танцуют это очень сексуально и немножечко добавляет яркую ноту к жизни такой аромат добавляет яркую ноту к жизни как бы вдохновляет бодрит до мурашек у меня кстати на этот аромат есть отдельный обзор на канале найдите посмотрите вот там я рассказываю свои эмоции когда в него была моя первая влюбленность с ним мы с ним сразу подружились кстати с пробника он мне не очень понравился я не планировала этот аромат покупать я бы его точно не купила потому что в пробнике все-таки вот чего-то не хватает пробник не передает полную картину аромата он дает нам возможность почувствовать первые две нотки первую и базовую а шлейф мы вообще не чувствуем а вот когда мне прислали на обзор этот аромат я такая как я буду рассказывать просто когда что-то не нравится или так вот ровненько невозможно рассказать как бы да это же не будет искренне я начинаю им пользоваться и понимаю что у меня начинает кипеть кровь и просто мне так с ним кайфово вот просто глазки горят и все такое я с таким удовольствием про этот аромат рассказала найдите видео прям посмотрите следующий аромат этот мой красавчик тоже на на круглый год giordani gold essenza этот аромат номер один для меня я люблю ароматы в oriflame мне очень многие нравятся с кем-то у меня такая прям вот любовь любовь я с этим ароматом сразу начинаю общаться если мне нужно какое-то состояние поймать а с этим у меня всегда любовь вот что бы ни происходило можно взять этот аромат капельку нанести и сразу я становлюсь и уверенной и красивой и ухоженной я женщина королева я женщина любовь я женщина мать и хозяйка то есть у меня какой-то такой безумный объем сразу вот раскрывается многогранный в каждой женщине в какой-то период жизни она проявляется больше как любовница например потом какой-то происходит с ней переворот там может быть семью создала или что-то и она или хочет создать и она становится в состоянии хозяйки и начинает готовить обустраивать гнездышко и так далее в какой-то момент королева девчонка да вот в этом аромате сразу все состояния вот все прокачивается я не знаю как как удалось создать такой аромат для меня я знаю что он не всем нравится не всем подходит это нормально и я не говорю что с ним у меня на всю жизнь потому что мы еще зависим от наших гормонов и когда что-то в организме меняется то мы можем поменять и отношение к ароматам просто если до этого например что-то нравилось были да там очень нравилось а потом раз вы говорите как я раньше вообще могла это на себя наносить и так далее вот и мы добрались до новинок мне прислали на обзор два аромата C они с необычным названием желтый называется ну я не буду всю вот эту вот штуку да но основа C brazil blazing не прочитаю даже не буду читать давайте C желтый и C голубой будем так на таком языке разговаривать так вот эти ароматы чем необычно во-первых сразу упаковка ну круто стильно необыкновенно сами флаконы бомба как девочки написали да в комментариях флаконы бомба правда бомба объем 75 миллилитров что интересно снимаем крышку и мы можем открутить крышку перелить с кем-то поделиться отлить маленький флакон чтобы использовать когда я прочитала описание ароматов кстати эти ароматы чем еще необычны то что они собраны то есть они созданы при помощи запатентованной технологии которая запечатлевает аромат без вреда для растений вау это как вообще как это возможно то есть да бережно все это запечатлели собрали и нам вот вложили в такие флаконы я не знаю как это у меня в голове не укладывается эти фантастические люди которые придумывают такие необыкновенные вещи флакон на сто процентов из переработанного стекла опять плюсик в карму экология не страдает вот и давайте посмотрим высокая концентрация аромата у нас стоит три точки и это парфюмерная вода и та и другая да это парфюмерная вода и что я хочу сказать знаете когда я прочитала описание то я сначала подумала возьму-ка я себе голубой а желтый меня заинтересовал по составу заказала пробники начинаю нюхать ощущать их на одну руку один аромат на другой другой и понимаю что мне вот этот голубой который по идее вот даже голубой цвет обычно нам намекает на то что этот аромат будет такой легкий воздушный такой да невесомый а желтый обычно уже намекает нам что это будет ну что-то более такое сладенькое тяжеловатое может быть даже в каких-то ароматах такое бывает а на деле для меня оказался желтый аромат наоборот легче и привлекательнее то есть голубой мне не понравился ну вообще не мой аромат кстати эти ароматы могут носить и мужчины и женщины миша понравился желтый и мне понравился желтый знаете что здесь составе во-первых цветочный древесный ароматический аромат апельсин цветки пижмы и березовые искры я пришла недавно клиентке у меня были тогда только пробники и мы с ней тоже начали дегустацию на одну руку один аромат на другую другой и голубой не понравился тоже говорит нет не мой вообще не мой аромат а про желтый она сказала ты знаешь у меня такое впечатление как будто бы я после жаркого дня солнечного летнего оказалась в лесу на поляне и вот это разнотравье какое-то знаешь и что-то даже есть позитивное даже на цитру что-то похожее я и состав не рассказывала береза кедр даже мне кажется есть в этом лесу вот представляете эта женщина мне рассказала не видя каталога не читая состав рассказала об этом аромате такую историю что я просто я просто вот с такими глазами стояла я ей говорю Людмила Николаевна мне кажется вы не тем делом всю жизнь занимались парфюмер вот прям прирожденный представляете она как считала нотки очень приятный аромат он необыкновенный очень стойкий мы с Мишей несли на себя вечером утром еще пахло в течение дня мы его ощущали слушайте это бомба вот такой необыкновенный аромат опять же повторюсь друзья мы только через пробники не жалейте времени и денег пробники недорого стоят примерно 20 рублей наверное можно заказывать пробники кстати что удобно сейчас в каталоге возле каждого продукта пишут код пробника это очень нам круто помогает потому что иногда ищешь ищешь пробник плюнешь и не заказываешь и продукт не заказываешь думаешь а вдруг не подойдет пробники очень нужны они нам помогают для того чтобы продегустировать и людям помочь с выбором и себе любимым вот ну что я рассказала вам про свою летнюю коллекцию а сейчас я вам хочу рассказать про эти три аромата наверняка вы заметили они скромненько стоят в сторонке и мне их прислали на обзор просто ребят попросили рассказать свои впечатления поделиться и так что это за компания компания называется parfum de paris это общество с ограниченной ответственностью вот у меня есть такая декларация соответствия качества и о чем эти парфюмы то есть вы можете например вам нравится какой-то брендовый аромат но дорого дорого не посильно и вы можете зайти на сайт ссылку на этот сайт я прикреплю под видео в описании можете зайти на сайт и заказать себе аромат от 50 или 30 миллилитров я вот не помню сколько стоит маленький объем большой стоит примерно 1000 рублей вот в районе тысячи там может быть какие-то чуть подороже они вам придут или в стеклянных или в пластиковых флакончиках вот таких вот маленьких кстати они очень легкие особенно 30 миллилитров вообще не ощущается и вы можете какой-то брендовый аромат потестировать вот таким образом как бы доступна легкая упаковка которую можно с собой носить в сумочке и может быть какое-то получить разнообразие и вот что еще интересно то что все ингредиенты заказывают во Франции а уже собирают разливают на Украине на производстве и есть производство также в России так что загляните если вам интересно и возможно захотите себя побаловать по поводу стойкости знаете я выбрала ароматы очень легкие которые априори например вишневый черри или аква диглола не пропечатано немножечко название то есть они априори легкие летние и от тела запах не очень долгий то есть прям три часа и все я уже от тела не чувствую а вот на одежде аромат дольше запечатлевается поэтому если вы будете пользоваться таким ароматом то старайтесь не только на тело а если вы какую-то одежду да немножечко наносите и на одежду чтобы аромат дольше был с вами вот интересно кто-то может быть уже пользовался такими сайтами поделитесь тоже в комментариях посмотрим какое у вас какое ваше впечатление а я вас благодарю за внимание рассказала про свою коллекцию вы тоже делитесь что вам нравится какая какие у вас предпочтения на лето какие ароматы может быть у нас с вами совпадают буду рада вашей обратной связи благодарю вас за внимание и желаю вам сочного звонкого жаркого и наполненного яркими впечатлениями лета до новых встреч с вами была Лилия Донскова пока пока он